Сотрудники 61-й пожарно-спасательной части проводят профилактические рейды на водных объектах в местах возможного выхода людей на лед. Главная задача – напомнить гражданам, а особенно рыбакам, простые правила безопасности на льду. Безопасным для человека считается лед толщиной не менее 10 см в пресной воде и 15 см в соленой. В устьях рек и притоках прочность льда ослаблена. Лед не прочен в местах быстрого течения, бьющих ключей и стоковых вод, а также в районах произрастания водной растительности, вблизи деревьев, кустов и камыша. Прочность льда можно определить визуально. Лед голубого цвета прочный, белого в два раза менее прочнее, а серый, матово-белый или с желтоватым оттенком лед ненадежен. Итак, что делать, если вы провалились в холодную воду? В первую очередь не паникуйте, не делайте резких движений, стабилизируйте дыхание. Раскиньте руки в стороны и постарайтесь зацепиться за кромку льда, придав телу горизонтальное положение по направлению течения. Попытайтесь осторожно налечь грудью на край льда и забросить одну, а потом и другую ногу на лед. Если лед выдержал, перекатываясь, медленно ползите к берегу. Ползите в ту сторону, откуда пришли, ведь лед здесь уже проверен на прочность. А что же делать, если человеку нужна ваша помощь? Вооружитесь любой длинной палкой, доской, шестом или веревкой. Можно сделать воедино шарфы, ремни или одежду. Следует ползком, широко расставляя при этом руки и ноги и толкая перед собой спасательные средства осторожно двигаться по направлению к полынье. Остановитесь от находящегося человека в воде в нескольких метрах. Бросьте ему веревку, край одежды, подайте палку или шест. Осторожно вытащите пострадавшего на лед и вместе ползком выбирайтесь из опасной зоны. Доставьте пострадавшего в теплое место. Окажите ему помощь. Снимите с него мокрую одежду, энергично разотрите тело. Напоите пострадавшего горячим чаем.